Что смотрят современные дети? Могут ли мультфильмы негативно влиять на детей? Безопасно ли предоставлять право выбора мультфильма ребенку? В современном мире существует много способов вложить в умы детей любую информацию. Одним из самых эффективных методов является анимация. И порой родители просто не замечают опасности, считая, что если мультфильм выходит под маркой «семейный» или «детский», то он обязательно несет в себе только хорошее. К сожалению, зачастую это не так. Многие мультфильмы содержат послания, противоречащие христианской морали. Речь идет, например, о пропаганде ЛГБТ, изображении искаженной семьи как нормы, о демонических, сатанинских сюжетных линиях, колдовстве и пропаганде свободного образа жизни. В этом выпуске мы хотим рассказать о крупнейшей в мире компании, которая принимает участие в такой пропаганде и негативно влияет на детей. Поговорим о Диснее. Компания Disney была основана в 1923 году и очень быстро обрела популярность. От истоков и до наших дней она вкладывает в свои работы много противоречащих Библии сюжетов. Мы выделили самые яркие и предоставим вам 5 опасностей Диснея. Первое негативное влияние Диснея – призыв к свободной и беспечной жизни. Некоторые мультфильмы рассказывают о существовании идеального мира, в котором нет родителей и обязанностей. Популярны такие опасные фразы, как «следуй за своим сердцем». Значит, делай все, что ты хочешь. Угождай себе. Даже если родители против. Может быть, пора перестать следовать чужим указаниям и прислушаться к своему сердцу. И сейчас я знаю, что мой долг – слушать мое сердце. Тут мы с тобой летим, куда хотим, и это наше право. Я решила поступить так, как нужно – нарушить традицию. Опасность в том, что в данных сюжетах продвигается эгоизм и искаженное понятие свободы, а также идея, что закон, в том числе и божественный, можно менять и переделывать так, как тебе удобно. Пусть мир живет по своим правилам, а я буду жить по зову сердца. Второе негативное влияние – сексуальные намеки и отношения. Во многих мультфильмах сексуализируется образ девушки. В сюжетах тоненькой линии проходит пример того, каким способом женщина может легко добиться своего. Также присутствуют недопустимые для детей и подростков сексуальные намеки. Я только сейчас заметила, до чего же ты хорош собою. Да они настоящие, нечего таращиться. Кто может нас поженить? Йо-хо! Где же ты? Как вам такие сцены в детских мультфильмах? Чему они учат детей? В мультфильме «Русалочка» звучит песня «Поцелуй девушку». Просто прислушайтесь к этим словам. Ты умираешь от желания поцеловать. Поцелуй! Похоже, парень стесняется. Как не стыдно. Он может упустить ее. Как вы считаете, подходящий пример для подражания? Не кажется ли вам, что это программирует детей к дальнейшим действиям? Песня провоцирует желать и делать вещи, от которых Библия предостерегает. Третье негативное влияние – колдовство и общение с духами. Ведьмы, чародеи, потусторонние силы, общение с умершими, язычество, сатанинские ритуалы и суеверия – эти вещи присутствуют в большинстве известных мультфильмов. Субтитры создавал DimaTorzok Если вы возьмете 10 последних мультфильмов Диснея, почти в каждом из них присутствует колдовство, магия и спиритизм. Почему-то Дисней умышленно продвигает эти темы в детские умы. Бог же предупреждает в своем слове – не обращайтесь к вызывающим мертвых и к волшебникам не ходите и не доводите себя до осквернения от них. Четвертое негативное влияние – сатанизм и изображение дьявола как положительного героя. Дьявол защищает, дает советы, спасает. Он остроумен, весел, он всегда рядом, и только он – самый верный друг. Мы благодарим и чтим тебя, о великий мушу. Ага, вот это я понимаю. О, для меня ты нечто большее. Ты мой самый верный друг. Не правда ли звучит устрашающе? Детям преподносят дьявола как личность, с которой можно общаться и дружить. Глядя на такие сюжеты, детские сердца располагаются к демоническому миру. Но мы знаем из писания, что конечная цель дьявола – украсть, убить и погубить. Мультфильм «Мегамозг» не был создан Диснеем, но он занимался его продвижением. По сюжету зло спасает мир. И говорит такую фразу. Культивируется понимание, что зло не так уж ужасно, но даже привлекательно. Здесь же на фоне, и как бы в шутку, звучит песня «Дорога в ад». Подходящая песня для детского мультфильма, не так ли? Неужели туда готовят молодое поколение? Но и по-настоящему страшное изображение демонического мира есть во многих картинах. После просмотра таких мультфильмов некоторых детей мучают кошмары. Еще одно диснеевское шоу «Маленький демон». Обратите внимание на название мультфильма. Сюжет рассказывает о девочке-подростке, которая узнает, что рождена от дьявола и что она антихрист. Нормальная тема. Девочка констатирует факт, что у мамы был секс с дьяволом. В сериале есть колдовство, языческие ритуалы, много крови и секса. И главной героине всего 13 лет. Все эти мультфильмы активно продвигают сатанизм. Отдельный пример «Дом совы». Сериал для детей, где кроме демонического мира поднимается еще одна тема. Главная героиня – бисексуальный ребенок. Итак, пятое негативное влияние – пропаганда ЛГБТ. Однополые отношения, самоидентификацию, принятие за норму разных видов сексуальной ориентации Дисней особенно продвигает несколько последних лет. Первый ЛГБТ-персонаж был открыто представлен в мультфильме «Вперед». Эта пропаганда присутствует и в других детских анимациях. Оу, я помолвлена. И кто же это? Кико. Она из команды ученых. Барышня ждет тебя дома. Диаза. Его зовут Диаза. Диазу? Он мне нравится. Если ты действительно хочешь впечатлить парня, вот что ты должен сделать. Теперь у нас больше шансов на будущее. Мам? Дад? Я... Это мой сын, Менуэл. Ты готов? Ты? Намек на подобную тему можно увидеть в мультфильме «Не бей копытом» 2004 года выпуска. Папа? Сын? Из-за наличия пропаганды ЛГБТ в некоторых странах удаляются целые сцены, а в других эти мультфильмы вообще запрещены. Что же руководство компании говорит по этому поводу? Исполнительный директор Дисней Керри Берг заявила, что в будущем по крайней мере 50% персонажей диснеевских фильмов будут представителями ЛГБТ или других меньшинств. Послушайте ее цитату. Я здесь как мать двух необычных детей, а на самом деле одного трансгендерного ребенка и одного пансексуального, а также как корпоративный лидер чувствую себя обязанной говорить не только за себя, но и за своих детей. Другой исполнительный директор компании Лотоя Равена заявила о своем желании обучать детей разным видам сексуальной ориентации, добавляя их везде, где только может. Многие не знают, что Дисней также продвигает свои идеи под логотипами других компаний. Список этих компаний вы видите на экране. Мнение, что дети многого не поймут, не заметят, не запомнят, ошибочно. Психологи утверждают, что дети в возрасте до 5 лет копируют практически все, что видят. А Библия говорит, не положу перед очами моими вещи непотребной. Пусть непотребные вещи не будут находиться перед глазами наших детей. Молодое поколение всегда под сильнейшими атаками со стороны дьявола. Именно поэтому Бог так часто в своем слове говорит родителям «научите». В Писании сказано «И да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня в сердце твоем и в душе твоей, и внушай их детям твоим, и говори о них, сидя в доме твоем, и идя дорогою, и ложась, и вставая». Сегодня выходит так много различных мультфильмов, и, к сожалению, очень сложно проверить и уследить за всем, что смотрят дети. Мы рассказали только о пяти негативных влияниях и только о Диснее, в то время как сегодня в век социальных сетей и интернета существует гораздо больше опасностей. Мы призываем родителей быть внимательными и фильтровать, что смотрят ваши дети. Помните, что ваша бдительность повлияет на будущее ваших детей. Если вы желаете подробнее узнать о принципе работы Диснея, под этим видео вы сможете найти ссылки на дополнительные источники и на полное интервью с руководством компаний. В описании можно найти список рекомендаций хороших христианских мультфильмов и программ. Если это видео оказалось вам полезным, пожалуйста, поделитесь им с другими. Давайте предостерегать и защищать будущее поколение вместе.